добрый день дорогие друзья это игорник я знаю многие из вас или немногие не буду лукавить ждали прохождение златогорье 2 я не знаю правда зачем потому что в принципе есть на ютюбе неплохое прохождение от по моему его зовут проходимец шанс что-то такое но неважно раз я начал заниматься этим грязным делом топ наверное надо его и закончить с нами как всегда наш витя к 47 мы его так и назовем наверно потому что очень уж чертяга похож поклонники витя такие же как я найдут сходство с персонажем из латогорье ладно все хватит пустых разговоров начнем самого важного в этой игре это распределение умений и знаний и так искусство боя пригодится любому воину хоть лучнику хоть мечнику хоть кому так ну и далее где где луки то я не вижу метать а вот стрелковая это кстати не только луки но и арбалеты вот тут саде еще и ружья но это уже по моему они это тоже стрелковая ладно все берем отчета мало остается 4 ладно хер с ним далее навыки мага мне абсолютно ни к чему никогда не любил магические всякие приблуды а вот навыки следопыта это конечно тактика и конечно уядрить столько полезного и так мало очков распределения так и чё нам следопыт дает так а знахарство знахарство яхарство о красноречие точно и так вот атлетизм еще можно было взять но блин мало очков вот пусть будет лучше красноречие прокачано хорошо красноречие и ладно хватит пока в процессе подкачаемся сила берем силу на что сила влияет кстати си сила влияет наносимые вашим героем повреждения силу критических ударов переносимый вес а также является необходимым параметром для использования большинства видов оружия они наверное не очень важно раз я ловкий стрелочник от путай лучник так ловкость берем дофига вот телосложение тоже важно но влияет на переносимость повреждений и и на что-то еще ну-ка а повышает скорость восстановления здоровья повышает общее количество жизни в вову вову вот эта тема жизнь очень пригодится внимание тоже влияет на что-то важное внимание влияет на сопротивление рубящим повреждениям повышает точность ударов и скорость персонажа во время боя кроме того внимание влияет на магический иммунитет да учу вот это я кстати не помню чтобы такое было тоже можно 10 брать мудрость о вот мудрость можно они нельзя ниже пяти да ладно нельзя так нельзя интеллект влияет на день диалоги по моему до высокий интеллект необходим для тех кто предпочитает добиваться всего при помощи общения кроме того интеллект оказывает влияние на магическую силу персонажей на скорость создание заклинания вот чего мне не придется делать это заклинание вот удача тоже немаловажный фактор кстати кстати интеллект будет на высоте телосложения внимание сила еще раз на что влияет у нас осимый вес переносимый вес интеллект 11 ну ладно пусть будет так итак наш витя а к 47 готов к подвигам златогорской стороне поехали доброе утро служили меня внимательно то что я тебе сейчас сообщу полностью изменит твою жизнь я слушаю о мой рэп наставник так вот на медне у нас в храме состоялся великий совет на котором обсуждалась ситуация в мире ты знаешь что в последнее время златогорье не спокойно худшую сторону изменились нравы людей их поведение поступки помыслы снизились урожай откуда ни возьмись появились чудовища разбойники и мародеры ты слушаешь меня да конечно продолжайте учить перемены эти прошли не сразу а потому незаметно для большинства людей но мы жрецы храма великих героев помним что подобные изменения уже происходили примерно 300 лет тому назад перед появлением на земле драхшу и его темного воинства но у нас слишком мало сил чтобы сделать что-либо самим и предотвратить эту непонятную угрозу только шур бахал великий чародей древности может помочь он живет в марве стране по ту сторону репейских гор и вчера на совете было принято решение отправить трех лучших послушников храма на его поиски и я один из этих трех да нет ими стали сигер лучший воин храма гертрангер мощнейший чародей и молчун опытнейший следопыт но в ту же ночь когда ушли эти трое светлые боги послали мне видение в котором они приказали послать на поиски шур бахала еще одного послушника тебя меня но почему меня я могу только догадываться почему светлые боги избрали именно тебя но как бы то ни было ты все равно должен отправиться в путешествие самое важное путешествие всей твоей жизни кроме того светлые боги приказали отдать тебе вещь великих героев которая хранится в запасниках храма браслет алдана вот держи его и постарайся не потерять эта вещь обладает огромной магической силой теперь тебе надо отправиться на поиски шур бахала в марвию как ты наверно знаешь путь в марвию был потерян и тебе надо будет найти его самостоятель теперь иди время не ждет все это так неожиданно но раз надо пожелайте мне удачи учитель удачи тебе не могу круто да что он меня называет по имени ладно прощайте я думаю чтобы развеять все иллюзии у людей которые в первый раз смотрят точнее вообще видят что такое злотогорь я скажу сразу что основными занятиями в этой игре будет это во-первых собирание всякой падали из сундучков а второе это выполнение квестов которые состоят на 90 процентов из беготни вот чтобы это продемонстрировать попробуем выполнить первый такой несложный квест получить оружие проходи мимо ученик здесь не следует шататься я по делу мне нужно оружие оружие выдается только по воле полковника драгоша теперь не мешай работать хорошо полковник драгош находится в другом конце в комнате идем к нему ты чего-то хотел ученик да могу ли я получить какое-нибудь вооружение отчего ж в принципе можешь а зачем оно тебе у меня есть секретное задание и оружие мне просто необходимо ну мне сложно судить об этом ладно можешь получить оружие у заведующего складом понятно всего хорошего вот это кстати скрытая ветка если бы у меня разговорчивость была не на таком высоком уровне какая у меня сейчас то я бы эту ветку не открыла мне пришлось бежать за разрешением к верховному жрецу котару потом драгошу а потом уже заведующим складом вот так я сократил себя за счет своего умения этот квест проходи мимо ученик здесь не следует шататься полковник драгош сказал что я могу получить здесь оружие хорошо ты можешь выбрать любое оружие из предложенных он показывает на груду пыльного оружия в углу каково будет твое решение я беру лук что ж вот тебе лук и стрелы спасибо всего хорошего когда я был молод и глуп я постоянно в играх рпгшных выбирал мечи но с возрастом я понял что это не за шляпу ладно не задерживаюсь я думал он что-то нам даст типа денег там или это вроде того так вот я пользовался мечами но потом по взрослев понял что лук это лучшая тема вообще в рпг играх вот и до сих пор так думаю продолжая тему беготни в златогорье скажу что вот вот этот пример с выдачей оружием это цветочки ну даже цветочками этого не заводить нельзя это так просто вот показательное выступление как это будет в игре только в меньшем масштабе на самом деле все происходит так например вы находитесь но не за светлограде да вам говорят найдите чувака в велеграде спросите у него что-то потом возвращаетесь обратно вы идете в велеград то пойти обратно в лаград выполнив квест мини квест в велеграде и вам говорят о круто а теперь теперь отправились например вот вот сюда окей мы бежим туда оттуда нас отправляют например сюда отсюда сюда на и так далее в общем я думаю вы поняли в чем смысл ладно поговорим вот с этим товарищем здравствуй послушник хочешь я дам тебе небольшой совет да хочу тогда послушай про проход марви лучше всего поспрашивать в корчме крупной таверне на востоке от светлограда но корчма это очень опасное место для неопытного молодого человека там множество бандитов воров аферистов самого различного толка поэтому на твоем месте я бы поднабрался опыта в светлограде уже потом шел в корчму в нашем городе множество возможностей светлоградское почтовое отделение например наверняка сможет предложить тебе работу почтальоном ты найдешь его на северо-западе отсюда в западной части города располагается новая типография но у них по-моему какие-то проблемы с деньгами не так давно весь город взбудоражил скандал со стражником по звездам который нарушил устав каравольной службы теперь он охраняет городские ворота кроме того по городу ползут слухи о возможной отмене циркового представления сам цирк находится у входа в город заклини также в таверну и к монастырю парелы милосердны правда настоятельница не будет разговаривать с тобой пока ты не заслужил благодарность людей спасибо за информацию да информация ценная кстати я поменял ли в настройках смену дня и ночи надо убрать это нафиг оно нужно погоду можно оставить красиво когда дождик идет там и снег падает так мы выполнили квест но ничего нам за это не дали по моему она опыт дали и дали нам каменный лук выточены из камня древка этого лука не способны сгибаться поэтому он не может далеко стрелять сказать по чести этот лук лучше всего подходит для охоты на кроликов так а тут правой кнопкой мыши нельзя что ли она ну тут два клика левой клавишей мышки а нам еще и стрела дали зашибись вот овощи овощи это полезно в принципе но временно эффекты которые не дают например бананы очки плюс 10 5 это временно также как и морковка временно внимание плюс один повышает ну нафига нам временные меры нам это не нужно поэтому мы всю эту байду продаем так обмен обмен а так стоп вы да ладно копейки считать больше у тебя нету и ладно так сохраняемся по привычке я часто сохраняюсь сохраняемся и делаем еще одну полезную вещь которая называется перенос пачек вот это например мы берем ничего мы не берем так надо всякой вот хрени такой закупиться на первое время которое дает плюс один ловкости или плюс три силы но что-то я пока ничего меняемого не вижу если честно сопротивляемость я сам по себе очень такое сопротивляемый поэтому мне бы силу или ловкость или внимание так чтобы начать много квестов здесь лекарь и жук ну-ка а молодежь приятно приятно интересуемся науками если честно то не очень очень напрасно очень может вы все-таки хотите послушать об устройстве нашей вселенной ну ладно только недолго и так наш мир по представлениям древних марвийских мудрецов является яйцом наоборот то есть мы живем на его внутренней поверхности в то время как твердь под нашими ногами не имеет конца в пространстве вполне вероятно впрочем что если копать в глубь достаточно долго то можно будет попасть другой такой же мир полость нашего мира выжжена дневным светилом а ясно мне пора сделать ноги сделали ноги свинтили от этого старика болтуна я думал он квест какой-то даст а он не дает а где кузнец где кузнец а вот торговец броней броня нужна оружие то есть какое-никакое вот брони нет в мое любимое моя любимая бронька это деревянный шлем очень дорого все так так а может не падится и пока выполнить квесты которые не требуют боевых навыков на них немножко под накачать опыта заработать денег потом купить нормальную броню я думаю так и сделаем а для начала по обшарим все помойки а чё он он не хочет поднимать посмотрите я нажимаю alt а нет хочет теперь козел нет не хочет от это чё ты шо родной их все таки приятно снова бегать бомжом по городам и весям злотогорье 2 так чё нам там досталось ну ладно подсобираем везде где можно а потом продадим получим много денег и будем счастливы обшарим помойки потом приступим к выполнению квестов кому не нравятся люди которые шарятся по помойкам можете пропустить меня уйдет на это я думаю ну где-то секунд тридцать не больше что-то мало как то коробушек всяких где можно поживиться о интересно чего-то эти парни охраняют элитный страшник не стоит меня тревожить я на работе ладно ну вот только вот это мы не а все-таки вот тыква это очень дорогая вещь кстати максимальное количество здоровья плюс 10 но я опять же думаю что это временно я я помню что так было так ладно хороший чесать яйца пойдем продадим барахолишко наша торговец всякой всячины и что у нас называется всякой всячины и в лесной стране ой в лесной стране читая в князе переиграл в этой самой в златогорье так все говно это продаем не пригодится но ближайшее время так бабло подняли мы можно выполнять квесты типограф дерна дедерн доброго здравия молодой человек здравствуем чем вы здесь занимаетесь здесь типография а я типограф дерн и и директор да и что вы печатать и ох 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 вы затронули больной вопрос молодой человек мы молодая типография наших средств хватило только на открытие теперь же чтобы печатать нам необходимы материалы денег на которые у нас нет вот и простаиваем понятно а сколько вам денег нужно пять тысяч монет кстати если у вас молодой человек имеется такая сумма то вы можете вложить его в нашу типографию тем самым став ее совладельцем нет к сожалению я вряд ли смогу вам помочь но я постараюсь раздобыть для вас инвестора это будет весьма любезно с вашей стороны можете поговорить с нашим городским лекарем по имени жук говорят но весьма состоятельный человек хорошо увидимся ну жук так жук кстати мы с ним уже разговаривали это тот тарикан который бред нес смотри как его скрючило здравствуй юноша не желаете ли подлечиться мне не нужны лечения мне нужны деньги и всем нужны деньги особенно молодым и много вам нужно тысяч пять ох ох ну и аппетитицу подрастающего поколения да впрочем есть у меня одно предложение если примешь его так и быть дам тебе четыре с половиной тысячи пять но не наглее четыре с половиной тысячи только за то чтобы принять участие в революционном эксперименте ну как что еще за эксперимент пойдем ко мне домой там я расскажу тебе детали ладно пойдем вот блин мне еще в детстве говорили что нельзя так просто с дяденьками особенно со стариками ходить к ним домой ну вот мы и дома располагайся поудобнее но постарайся ничего не трогать и так молодой человек ваш покорный слуга имел честь придумать революционное заклинание которое на порядок увеличивает способности человека но для полной уверенности его необходимо опробовать вы можете гордиться что будете первым человеком на которого на на которого оно будет применено но вначале нам необходимо его приготовить ну так приступай быстрее сейчас я сверюсь с рецептом он берет кипу из писаной бумаги начинает сосредоточенно водить по ней пером так это есть это тоже у нас есть ага кровь беременной крысы ногти утопленника иммебализованная лактодегидрогеназа кристаллы так стоп а вот кристаллы кончились у нас проблема ну и что опыт отменяется а конечно нет разве это маленькая неприятность может встать на пути прогресса просто вам мой юный друг придется за этими кристаллами сбегать правда вот куда я сам не знаю мне то эти кристаллы по наследству достались от дедушки говорят есть у нас еще где-то действующий рудник только вот где я понятия не имею так что как только найдете несколько кристаллов златогорского хрусталя добро пожаловать ко мне ладно принесу я вам твои кристаллы пока так у него тут поживиться нечем да кстати я вам скажу вот что эти до этих кристаллов то еще далеко крайне далеко на карте нам их нескоро отметят так этот квест пока у нас застопорился а вот этот бачок мы проверили не конечно нет а этот и этот нет а этот и этот нет окей ладно топаем тогда таверну так женщина по женщина это хорошо парень у меня очень ревнивый муж увидит на смеси убьет и тебя и меня господи тоже мне аргумент так это друг чё тебе надо как тебя зовут ну как там меня могут звать мясе не я мясе так назвал меня мой папа царство ему небесное что тебе дать мясе не надо да я даже не знаю вряд ли ты знаешь о том как а попасть марвио марвио то а вот и знаю страна такая за репейскими гора да я знаю как туда попасть мне дедушка рассказал царство ему небесное правда а ты можешь мне про этот путь рассказать а что мне за это будет не знаю может тебе денег дать деньги шо деньги я пропью их за неделю причем любую сумму лучше помоги мне выбраться из этого дерьма хорошо я согласен а что надо сделать ладно слушая мясник и моя лавка всю жизнь была первая в этом городе и всю жизнь под праздники я получал большой наряд на мясо так могло быть и в этом году но однажды я пришел в лавку а все мое мясо заражено ужасными личинками а лавка разгромлено это все происки моего конкурент на колбасение колбасение который после этого получил праздничный наряд на мясо в этом году вместо меня ну хорошо что я должен сделать для начала я дам тебе кусок зараженного мяса и ты подбросишь его колбасенью приди к нему в лавку попроси у него образец потом сделай вид будто рассматриваешь его сам незаметно подмени его на заразный кусок как сделаешь приходи ко мне хорошо давай сюда свой кусок вот держи я тебе его на всякий случай постоянно ношу с собой он передает вам кусок зараженного мяса фу какая гадость ты уверен что колбасе не заметит подмены куда ему у него зрение минус 8 скотина ну хорошо я сделаю это для тебя скоро увидимся так а здесь есть чем поживиться ни хера нет топаем колбасению вот он с хранится банана бассейн сень сень колбасень здравствуйте мы рады приветствовать вас в лучшей мясной лавке светлограда чего изволите вяленого мяска да если можно один кусок прекрасно 75 монет вот деньги а а вот ваше мясо пожалуйста он передает вам кусок вяленого мяса взять кусок и подмените его на зараженный кусок мяса вы знаете я имел ввиду копченое мясо у вас есть копченое колбасень забирает у вас зараженное мясо и не замечает подмены нет копченого к сожалению у нас нет тогда пока тебе и раз действительно минус 8 зрение здорово блять какой-то оборванец а все готово да да я заразил всю его лавочку отлично теперь помоги мне раздобыть торговую палатку а потом мы с тобой поговорим о марве какую еще палатку ты что собрался за мой счет дело от свое начать конечно что тут такого тебе же марвию надо они мне короче пойдешь к плотнику гомзи и договоришься с ним по поводу торговой палатки ясно живет он на лесопилке за городскими воротами хорошо я раздобуду тебе эту палатку вот ведь наглая скотина так что тут еще есть интересного какой-то вход в гостиницу тетки ракиты все равно по дороге о сколько всего так а здесь у нас закрыта да закрытая дверь вот всякие книжки вот эти они очень дорого стоят я ими пользоваться не умею продать могу добро пожаловать в гостиницу тетки ракиты я тетка ракита чего изволите ничего вот и поговорили ну собственно я уже все что нужно сделал здесь а именно пшмонал пшмонал бочки о кузнец о кузнец ну не на рану кузнецу еще мне кажется ой а че то недорогая книжка какая то а ты мне много не дашь ладно ну давай вот так вот и вот так вот а на остальное у тебя денег нет тык ты рик тык 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 а здесь что у нас внутри дома что за дом житель светлограда здоров будь привет что расскажешь да вот на днях ездили мы с кумом на рыбалку на рареку вот такую рыбину поймали ясно пока ясно понятно а вот здесь кстати по моему жук живет мы у него были ну да что еще не обошли вот закрытая дверь вот что то там внутрь почтового отделения вот там нам квест дадут наверняка так ничего нету день добрый хотите отправить письмо нет я ищу работу вам повезло только вчера вышел на пенсию один из наших почтальонов так что у нас есть почта которую необходимо доставить возьметесь работа несложная конечно тогда так вот первое письмо тут правда не проставлен адрес но зато есть имя адресата тебе надо его найти и отдать ему письмо живет он по моему около лесопилки за городскими воротами возвращайся когда сделаешь понял я же говорю это не игра беготня сплошная гоняют как сидоровых коз а вот здесь еще не было а вот здесь еще не было так житель о бочка блин мусора а это походу мусорка пришел такой поковырялся в мусорке и ушел все как в жизни так в дом стражи нам пока не надо в дом а вот это кузнец или не кузнец живет здесь потому что кузнец то вроде как снаружи перетирает что-то с жителем светлограда нет пусто ну раз никого нет поворуем 62 копейки тоже деньги окей вот и за городские ворота кстати помните это место здесь была финальная битва златогорье два холодные небеса давно это было да друзья очень давно ага мальчуган ты принес известие от отца нет а где твой отец я не знаю он ушел еще вчера недавно пришел человек принес вот эту записку написанную отцовским почерком но я еще не умею читать и не знаю что мне делать ты можешь прочитать конечно давай ее сюда мальчик передает вам записку и попросительно на вас смотрит в записке написано кто-нибудь помогите мне меня захватили разбойники мой сын не умеет читать передайте что у меня все в порядке и скажите что я задерживаюсь на работе они держат меня в своем логове к востоку от светлограда плотник гомза а он нам нужен кстати чтобы заказать у него палатки палатку с твоим отцом все в порядке он просто задержался на работе я сейчас пойду к нему по своим делам и передам что ты волнуешься уверен он скоро вернется ух а я волновался ты уж передай ему чтобы возвращался скорее хорошо скоро увидимся ложь во благо не считается за ложь стражник позвист поговорим с ним здравия желаю вольно солдат как служба да так тебе дружище на понижение пошел раньше это да охранял вход понимаешь вняженские палаты а это тебе не хухры-мухры а что случилось что ты сейчас городские ворота охраняешь да ерунда отлучился по нужде когда начальство решило неожиданно нагрянуть вот стоять мне тут теперь до конца своих дней эх доля солдатская печально и что никаких шансов на повышение ну я не знаю вот если бы ты дружище поговорил на мой счет с начальником городской стражи милошем век бы был тебе благодарен мое имя позвист ладно поговорю пока ну что далеко не будем убегать сразу и поговорим тем более городская стража совсем недалеко тэк тэрик тэк 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 что-то я нажимаю альт и ничего не подсвечивается значит поживиться нечем чем могу служить странник я хотел бы поговорить о провинившемся стражнике по имени позвист который раньше охранял вход в княжеские палаты а этот он наказан в соответствии со всей виной о чем тут можно говорить а нельзя ли ему как-нибудь загладить свою вину теоретически возможно конечно вот если он предотвратит покушение на князя или скажем вернет то что вез чиновник ягар я хотел сказать вернет его самого тогда да выслужится но он вряд ли это сможет поскольку каждый день с 9 до 19 часов стоит на посту а что за пропавший чиновник ну как же все знают недавно изра города в Светлоград поехал один из крупных княжеских советников по имени Явор но в Светлоград он не приехал и враг город не вернулся последние вести о нем были из корчмы на отрезке пути между корчмой и Светлоградом чиновник пропал полагают что это связано с разбойниками которые в последнее время просто заполонили всю округу но об этом лучше поговорить с капитаном шубой он в курсе всех этих дел понятно генерал шуба вот это имечко здравствуй парень что ищешь да так просто гуляю а ты кто такой как это кто я капитан шуба и у меня полно дел есть вопросы я слышал пропал крупный чиновник в связи с этим я придумал гениальный план его спасения да и что же за план такой во первых надо везде объявить что я большой чиновник который везет в рогород кучу денег затем мы медленным шагом пойдем по направлению к рогороду и по дороге нас должны встретить на нас должны напасть разбойники ну как кстати может и сработать ладно давай попробуем подожди мне надо еще кое-что сделать ну хорошо тогда подходи как только соберешься вот не зря я сохранился потому что перед этим заданием надо бы затариться всем необходимым а именно доспехами и зельями здоровья что у нас там по доспехам щит мне не нужен по ножи нужны так вот это все говно я даю а это что кстати герой героизм и контузия да ну и нахер так а шлем мне еще нужен шлем так а что вот эта каска дает осторожность минус 1 телосложение плюс 2 не надо нам такого счастья ну вот все в порядке а мне еще стрелы нужны стрелы есть знаете у кого кузнеца вот этого стриптизерского вида может у него и лук нормальный есть нет лук у него такой же каменный как о арбалет арбалет это тема так два шесть пять тринадцать ну-ка ну в принципе можно только для арбалет нужны не стрелы а болты какие болты лучше я не помню колющие и режущие ну-ка а ну конечно колющие лучше а вот патроны но у него нет такого оружия которое стреляет патронами мир тебе странник я кузнец могу ковать могу не ковать я могу ковалду так спрятать что хрен найдешь и тебе мир кузнец как много в последнее время работы я не понял тебе это ковать или не ковать не ковать пока хорошие диалоги мне нравятся такие забавные да браслет алдана вот кстати я про него рассказывал в первом золотогорье когда проходил вот кому интересно гляньте первое золотогорье отличная игрушка атмосферная прикольная хоть корявая немножко но но клевая мне нравится очень ой а как так насколько на пятерку у меня хватит денег хватит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ну ка нет пусть останется все таки вот гинжат у меня запас сохранимся и попробуем выполнить первое серьезное задание от генерала шубы я прям какой то я не знаю воин непобедимый выгляжу ну что собрался да тогда вперед Ю-ху Во-во-во Сейчас Рубилова начнется В котором, правда Я особого участия не буду Применять, хотя Хотя, вот если Я бы начинал Мечником То я бы ни одного удара Не нанес, потому что меч требует Много инициативы, то есть за один ход Вы сможете ударить один раз В лучшем случае, так Я отойду Опа А сколько там у меня уходит очков действия Блин Блин Вот че ему Поперло-то на меня пойти Ой, блехо-мухо Это плохо Это очень плохо Тем более Критический удар Никто не отменял Как вдарят Блин Он, сука Атаман еще Ё-о-о Ну поди сильный Сильный собака Я могу стрелять Всего один раз за ход Что ж такое-то Что ж такович Ну вроде там ребята Неплохо справляются Я тут отвлеку Внимание главного Негодяя на себя Они пока порубают Всех Вот этих вот Опять я что-то пропустил Сколько у меня ушло очков действия На ход Надо сейчас проследить Ох ты Три раза ударил Вот скотина ведь А Ну там все в порядке Я смотрю Наши одерживают Уверенную Победу Так у меня 25 Так 25 Минус 8 Это будет Господи Это будет 17 17 очков у меня Уходит на ход Это плохо Это слишком много Но в начале Златогория Это нормально Хотя Второе Златогория Это не такая жесть Как Холодные Небеса Вот по моему мнению Там-то вообще Жесть жесткая Но здесь как-то все Более-менее Да еб Я еще и промахиваться Умудряюсь при этом Мал В общем Нормально развиваются События в начале Никакой жести нет Не даются прям Мега сложные задания Даются адекватные Уровни персонажа Квесты Все Атаман Я думаю Тебе хана Мои ребята Уже на подходе Мои кореша Да в конце концов Кто говорил Что я буду здесь драться Я предложил план А они уже Выполняют его Я мозг Этой операции А я ж Вот сука ведь А Мне чтобы на охранника Наехать Нет Упорно Меня долбит Долбоеб А вдруг я его Сейчас убью Прикиньте Нет Это сделает Скорее всего Какой-нибудь стражник И опыт получит Нет ребят Слушайте Я его скорее всего Укакошу Потому что Видите как он далеко ушел Сейчас охранники До него просто не достанут А я своей Меткой Стрелой Точнее Своим метким болтом Его убью Я убью Своим метким болтом Как бы это До смысла Не звучало Но вообще Бляха Муха Сука Я сделал сейчас Непростительную вещь Я попал в своего И теперь Свои Стали не своим Все Мне хана Короче Хотя Ну да Мне пизда Судя по всему Зелия у меня нету Так Я могу теоретически Просто уйти Ооо Не-не-не Все Мне Да Мне короче Пизда Пришла А нет А да Промахнись Промахнулся Ты смотри Ух ты молодец какой Но что-то Мне подсказывает Что Не успею Я свинтить В принципе Можно этот балаган Заканчивать Но мне просто Интересно Если Нет Ни один из них До меня не доберется Скорее всего Так что Я могу Сделать Следующее Уйти На Уйти с этой локации Пойти в Светлоград И сказать Что квест Выполнен Но Это при условии Что на меня Никто не нападет А если нападет То не нанесет Мне одного удара Потому что Любой Самый Ни о чемный Враг Вот С моим Таким уровнем здоровья Меня быстро И надежно Вздрючит В общем Я сам все В какие-то Опять рамки Дебильные Поставил А вот так даже Да Ну супер Несмотря на то Что я Не хило Бляха Муха Нет Я все таки Хило Теперь все Еще и все Охранники В городе Против меня Нет Так не пойдет Блин Сучи я Потрох Кстати я не помню В бою Можно сохраняться Или нет Короче я этот квест Запорол И потерял Время Да Я собрался Собрался Опять косячить Видимо Мне надо Отойти просто В сторонку Ни хера не делать Что наверное Я Сделаю Буду там Сидеть Со своим Луком Дебильным Дебил С дебильным Луком Я тут Хвастался Что лук Это самое Классное Оружие Блин Как оно Выходит На самом деле Вот так Я подальше Отойду И буду Отсюда Наверное Расстреливать Атаманшу А он Пусть Охранник Убивает Что это За охранники Такие Я главное Случайно Попал В них Случайно Заметьте Они Без разговоров Абсолютно Безкомпромиссно Начали Меня Добивать Вот Они же Видели Что до Этого Я Убивал Атамана Они Разве Не Увидели Логики В том Точнее Какую Логику Они Увидели В том Что Почти Все Бандиты Перебиты Атаман Уже Полудохлый Убегает И тут Я Задеваю Стрелой Своего Целить Причем В атамана Он Враг Решили Они Гребаные Дебилы Солдафоны Ну Я тоже Хорош Конечно Но Вот Это В игре Не Предусмотрено То есть В конце Битвы Ты можешь Запороть Всю Битву Абсолютно Всю Все свои Старания Ты можешь Просто Похерить И Это Задание Это Так себе Да Такое Несложно А если Посерьез Что-то Случится Вообще Жопа Будет А Кстати Атаман Уже Угробил Одного Охранника За это Ему Не жить Я Отвечаю Ну Я так Медленно Медленно Но верно Помогаю Своим Соратникам Истреблять Разбойнище Народонаселение Все Мне хочется Сказать Лесной Страны Я реально Переиграл Князя Златогорье Конечно Так Дайте Ко мне Ударить Опа Живучая Живучая Падла Смотрите Сколько ударов Ему уже Нанесли Он Все Живой Бляху Бляха Муха Ты Точнее Так Я сделаю Вот так Оп Зашипись Опа Опа Как-то Все Не очень Хорошо Складывается Если честно Крайне Нехорошо Может мне Подлечить Охранника Опа Подлечил Давай Ух ты Сука Еее Ну этому Капец Это Очевидно Я вот так Подойду Поудобнее Чтобы уж Наверняка В своего Не попасть Оп Фу Походу Разобрались Видите Какая сложная Игра Златогория 2 Это Вам Блин Не Это Отлично Сейчас Насобираем Говна Всякого И продадим Что мне Нравится В Златогории 2 Так это Собирать Всякое Говно И Так Это Что такое Сумка Чиновника Явора Сумка Убитого Чиновника Явора Внутри Какие-то Непонятные Ведомости Отчеты Ага Понял Так Сохраняемся А мы Что-то Собрали С мертвых Охранников Да Я так Понял Ну видите Они не зря Погибли Они погибли Для того Чтобы мне Было Хорошо Ну собственно Мне их Не очень Жалко Что это За люди Такие Которые На своих Нападают Когда Те В них Случайно Стреляют Из лука Кстати Прошел Уже Почти Час А я Ничего В игре Толком И не Сделал В этом Тоже Все Золотогори Можешь Бегать Бегать А выполнить Один Какой-то Задрипанный Квест Привет Я вижу Ты в добром Здравии Как Сработал Наш План Да Вполне Тогда тебе Стоит Поговорить С начальником Стража Хорошо Еще Увидимся Чем Так Я Я Я булочки храню а что так она была пустая я так и должен наверх пока пока ну блин она ж не пустая была может я что-то не так сделал так с шубой так какую сумку может я ее потерял так она шум а не-не-не-не-не я все правильно делаю эту сумку нужно отдать охраннику по звезду а он уже должен передать ее вова точно здравия желаю что у тебя это твое солдатское счастье парень слушай меня внимательно берешь эту сумку несешь ее к своему начальнику скажешь что нашел труп пропавшего чиновника я вора перебился к бандитов которые вы захватили отнял у них эту сумку дальше все будет как в сказке понял да дружище понял спасибо тебе огромное я побежал не за что всего хорошего от панике о панике вот и новый уровень прискакал чё бы нам качнуть так а что у нас увеличивает очки действия так ловкость будем качать ловкость удача ну пусть пока удача побудет очки распределения 19 охренеть так тактика интересно тактика дает очки действия да дает кстати говоря кстати говоря дает стрелковая 4 не пусть будет 3 и красноречие тоже будет три атлетизм кстати пригодится чудеса ловкости и в чем эти чудеса ловкости проявляются ну-ка знахарство чё дает ну пусть быть знахарство в любом случае все прокачаем со временем временем прокачаем все что у нас по квестам так мне нужно некому лодусу отнести письмо где этот некий лодус живет наверное наверное здесь ну да вот он лодус это тебе передать ему письмо всего хорошего спасибо большое эй а может того это споем нет не стоит петь незнакомыми людьми это по меньшей мере мы витом ты чё так медленно бежишь чего ты доставил письмо да доставил отлично ты быстро справился вот тебе еще одно задание дальше весь нич передает вам посылку отнеси это сом бодусу тут на ней написан адрес впереди хорошо сделаем сколько мне денег кстати две восемьсот не особо изменилось а кстати если зайти в дом стражи что-то нам скажут новые нет учитывая то что да 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 скажут скажут там нам скажут что теперь позвист принят обратно на работу и дадут опыта ну мне в это хочется верить по крайней мере так хотел узнать как себя ведет себя позвист все замечательно хорошо себя ведет на лица не не имею и все я не получу на халяву опыт нет не получу да он надо кстати затариться зельями я немножко их использовал в бою против разбойников а чё ему все говно это не продал хлеб селедка реально какое-то говно да не хочу я смотреть что нам еще тут может кто сказать клоун стоит кстати вот могут а мышцы с помойки не обшарили а помоек здесь кстати много вот какое-то зелье прикольная ну-ка слепой медведь это про одного моего друга второго плохое зрение о судучок какой сын дук привет тебе добрый юноша ты видишь перед тобой человека который почти потерял работу какая жалость что же случилось непоправимое кто-то украл из цирка королевскую кобру с которой у меня сегодня главный номер я пропал может я смогу как-нибудь помочь если ты сможешь найти кобру я спасен пожалуйста помоги мне добрый юноша хорошо хорошо у тебя есть какие-нибудь мысли на счет того что насчет того с чего мне начать не знаю попробуй поговорить с работниками цирка может кто и видел что-нибудь подозрительное может быть может быть тек акробат акробатка привет приедешь на вечернее представление нет я хотел тебя спросить сегодня около цирка не ошивалась какие-нибудь подозрительные личности подожди дай припомнить кажется бродил тут один да шипел еще постоянно шипел значит спасибо ты мне очень помог пока есть у нас тут одна шипящая личность но она заходится в городе и личность это ходит где-то здесь с арбалетом где он я же увидел когда шарился тут по помойкам бля буду видел нет это не он сука ты где ты блин блинский что то я его не вижу ага ага вот ты где пьян я тебя слушаю чего ты хотел ты попался работник цирка видел как ты воровал кобру где она черт и правда все тайно становится явным да кобра у меня но она мне нужно это зачем зачем нормальному человеку королевская кобра да вот понимаешь есть у меня заодно зави одна заветная мечта прочитал я как-то были к силе молодости и сих пор мне не дает покоя в основе эликсиры лежит яд королевской кобры и вот теперь она у меня есть но стала другая проблема я не умею выдавливать яд тебе невероятно повезло я признанный знаток по получению змеиного яда если ты дашь мне кобру то я скоро принесу тебе ее яд ну как по рукам хорошо для подтверждения серьезности моих намерений добавлю что щедро заплачу тебе за пузырек с ядом поговори с заклинателем он наверняка умеет с ней обращаться значит договорились давай сюда змею он отдает вам корзину с коброй все скоро приду пока так с заклинателем ага а это видимо тот чувак которым нам квест дал видимо да я кстати дурачок мне надо было качать телосложение ну да ладно все равно прокачаем кстати у меня нисколько хрупок а нет еще девяносто четыре прочности моего арбалета помоги мне найти мою кобру друг я нашел ее отдать ему корзину со змеей но у меня возникла к тебе небольшая просьба конечно мой спаситель чего ты хочешь мне срочно необходим яд кобры ты не можешь выдавить его я конечно смогу выдавить из нее нет это к тому же уже давно пора делать но есть больше небольшая загвоздка голыми руками этого не сделаешь нужна специальная давилка моя сломалась вот чертежи отнеси их плотнику по имени вратка и он сделает тебе прибор затем приходи ко мне я выдавлю тебе яд ну вот в чем затык это плотник то тот по моему у нас того так не понял не понял не понял не понял так вратку е-мое ну-ка е-мое ну-ка это не тот который пропал то нет случайно ну да видимо ну ладно хрен с ним надо уже заканчивать это грязное дело сохраниться и попрощаться с вами всего хорошего какие-то если пожелания есть пишите я имею ввиду пожелания по прохождению златогорье 2 пишите не стесняйтесь да в принципе вы наверное и не стесняйтесь все до скорого пока 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 пока